Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, славный город Гродно и его добрые, замечательные жители! Такой потрясающий вид открывается из апартаментов, которые были предоставлены нам белорусской компанией Пол Мэри Апартментс Энд Тревел. И вчера они организовали нам потрясающую прогулку с экскурсоводом, гидом Ольгой и Яном. Фильм, о котором, я надеюсь, вы уже видели. Мы встали, я встал в 5 утра, потому что монтировал фильм о городе Лида, о крепости, о замке, о лицком пиве. Алла поднялась, конечно, очень поздно, где-то в 6 утра. И уже сижу вот с таким видом. Ты сидишь не с видом, ты сидишь с кофе, Алла. Ну, что значит, когда женщина не выспалась, говорит, что не знает сама. Какие у нас планы на сегодня? Сегодня опять город Гродно, обрадую вас. Сегодня мы поедем на канал, прокатимся тут по окрестным деревушкам, посмотрим что-нибудь. И обязательно вечером снова погуляем по городу Гродно, в который мы влюбились буквально с первых минут. Пожелайте нам удачи, а вам хорошего дня и всего самого доброго. Дорогие друзья, вы посмотрите, как красиво в Беларуси. Вы знаете, да, вот вновь шутят, и даже иностранные лидеры, помню, были шутки о том, что Беларусь стоит на берегу моря. Ребята, я понял, сейчас путешествуем уже сколько, 8 дней, путешествуем по Беларуси. Это так, у Беларуси море пшеницы, море подсолнуха, море кукурузы. И вот так едешь, смотришь на эти моря, вот сейчас слева, смотрите, кукуруза. Только что проехали поле с подсолнечниками, сейчас справа там пшеница или рожь. И где-то вдали домики, которые стоят на берегу этого моря. Беларуси имеет свои моря. Ребята, жители Беларуси, вы огромные молодцы, вы огромные труженики. Низкий вам поклон за ваш труд. Нам здесь хорошо и душевно. Смотрите, море пшеницы и домик стоит. Из окна выходит, кто живет в этом домике, смотрит в окошечко, а у него море перед окном. Белорусское море. Недалеко от города Гродно проходит канал, Афгустовский канал. Вот такая памятная табличка есть. Давайте попробую перевести из белорусского. Реконструкция белорусской части Афгустовского канала. В 2004-2006 году был произведен по указу президента республики Беларусь, Лукашенко. Вот так вот. И здесь ходят два теплоходика. Один Ольга Соколова. Ольга, прошу прощения, Соломова. И второй, сейчас поедем километра три отсюда. Другой есть порт, где другой теплоход ходит. Все покажем, все расскажем. Мы до Амбровки. Судоходный шлюз. Вы представляете, в Беларуси шлюз. Батька Лукашенко открыл. Молодец. Так. Да, я думаю, что до, но поехали. А прикиньте. А прикиньте. Шлюз работает в ручном режиме. Крутят ручку, открывают, выпускают воду. И теплоходик опускается плавно. Мы это видели много раз. Но чтобы в ручном режиме, такое впервые. Сейчас из шлюзовой камеры вся вода выйдет. Ну, не вся, а до определенного уровня. И теплоход продолжит свой путь дальше. Все как обычно, но еще раз повторю. Открывают, закрывают шлюзовую камеру. Вот эти ворота вручную. Потрясающе. На теплоход билеты купить очень сложно. Народу много. Напоминаю, сегодня воскресенье. Мы вообще практически пролетели. Если бы не наши добрые друзья, компания Пауэлл и Мария, апартамент Стрэвел, которые обслуживают туристов в Беларуси, лучшей компании Беларуси, мы бы остались без билетов. Только благодаря их звонку, слава богу, нам оставили два билета, отправимся примерно через два часа на теплоходике. А так, билеты вот сейчас подошли. Говорят, осталось три билета на 18.50. Представляете, на вечер. Ну, сами видели, теплоходик маленький, людей много, любопытствующих много. Поэтому приезжайте заранее. И я думаю, что можно купить или, по крайней мере, забронировать билеты по интернету. Теплоходик Неман уже возвращается обратно. Фантастика. Так быстро. Не знаю, получается минут 20, наверное. Но все равно классно. Да, скажу вам по секрету, что мне удалось. Я быстро-быстро успел запустить дрон и снял. Очень красивые. Просто вот, не знаю, голливудские съемки какие-то. Как будто где-то Амазонка, как на этих приключенческих фильмах. И маленький кораблик по Амазонке в зарослях идет. Очень красиво получилось. Главное, сберечь эти кадры. И тогда в большом фильме, на моем основном канале Владимир Кот путешествия, вы увидите невероятные красивые кадры из Беларуси. Голливуд отдыхает. Однозначно. Сколько народу там столбилось? Я не знаю, как там помещается. То есть там не сидящие места, а там сколько влезло в теплоход, столько влезло. Билеты, не помню, сказал, не сказал. Билет стоит 10 белорусских рублей. Ну, по-русски это где-то 240-250 рублей на человека. У нас есть билеты. Через 40-50 минут пойдем мы. И будет уже репортаж с борта теплохода. Вон сколько народу. А, там дело в том, что места-то есть еще внизу, но внизу никто не сидит. Ну, как можно сидеть внизу, когда такие красоты? Пойдемте смотреть, как работает шлюз. Ручного управления. Интересно, есть еще в мире где-то такое? Теплоходик заходит в шлюз на низкой воде, на низкой стороне. Сейчас за ним закроют ворота, причем в ручном режиме. Сейчас вы увидите, как. И туда будет наполняться вода из верха, с верхнего озера. И теплоход начнет подниматься. Так, бежим наверх, смотрите. Вот, смотрите. Рычаг, как говорил Архимед, дайте мне рычаг и точку опоры, и я перевернул планету. Смотрите. В ручном режиме два белорусских мужчины, две белорусских силы закрывают ворота в шлюз. Никакого электричества, полная экономия. Теплоход находится внизу. Как видите, там открывают потихонечку заслонку, и вода большим напором наполняет шлюзовую камеру. Вода мощным водопадом наполняет шлюзовую камеру. И теплоходик быстро-быстро поднимается наверх до верхнего уровня, до уровня верхнего озера. Здесь можно в верхнем озере можно собраться покататься на велосипедиках, на лодках. Есть тут байдарки. Народ даже рыбачит, сидит. Ну, сегодня, кстати, погода. Вчера было плюс 32, а сегодня тучи ходят, и даже дождик периодически накрапывает. Но, вы знаете, честно говоря, мне такая погода больше по душе. Северный я человек. Люблю, когда прохладно. Главное, чтобы дождика не было. Теплоходик поднялся до нужного уровня. Ну, вот. Две хорошие мужские силы с этой стороны. Одна с той. Это называется рычаг Архимеда, да? Наверное. Ну, он говорил, дайте мне рычаг и точку опора, я переверну планету Земля. А это закрывает, не знаю, как правильно называется, но то отверстие, через которое вода в шлюзную камеру поступала. Ну, а теплоходик пошел в свой порт. Кстати, теплоходик от пирса оттолкнули тоже вручную. Вручную открывает шлюзы, вручную оттолкнули теплоходик. Мама, мы нарушаем. Полная экономия. 53 человек. А это потому, что есть такие, как ты. Мы тоже нормальные субботы. Как есть мотор? Есть мотор. О, а мы сейчас будем так же делать. Вот сюда вот проедем, потом накачается водичка. Нет, даже холодно. Я уже знаю, где сейчас мешать. Привет! Здравствуйте! 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 Как на американских горках, так резко. Бух вниз. Телефон в попу нету, да? Не, ну ладно, телефон, но как-то не шарать. Конечно, телефон, если я хочу. Класс вообще. Обязательно я торцом. Класс. 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 Продолжение следует. Продолжение следует. Спасибо. Класс. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры делал DimaTorzok 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 Да на второй круг Добавил DimaTorzok Мы возвращаемся в Гродно Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Очень красиво Ну а завтра Сегодня у нас еще Гродно А завтра мы двигаемся В сторону Бреста, Города Героя Бреста Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok